Приветствую, дорогие друзья, с вами снова Alex White, и это у нас вторая серия игры под названием Condemned Criminal Origin. Так, у нас следующее что? Прошлая серия у нас получилась достаточно такая немножко затяжная, минуту, наверное, под 40. Думаю, в следующей серии буду всё-таки стараться делать чуть-чуть покороче, чтобы было удобнее смотреть. Странная гибель птиц по всему городу. Тела мёртвых птиц на улицах города и в парках. В особо опасных районах сообщают о тысячах тел, в то время как в остальных районах тел очень мало. То есть там, где больше преступности, тел птиц намного больше почему-то. Выбирайте время для пинка, лучше всего проводить его после удара оружием ближнего боя. Отлично. Так, каким-то образом у нас детектив оказался в какой-то комнате. Он же упал на автомобиль. Привет, Итан. Кто ты? Что происходит? Успокойся. Меня зовут Малькольм Ван Хорн. Я был другом твоего отца. Да, я помню тебя. Много времени прошло, но почему ты здесь? Прошлой ночью. Ну, я был рядом. Неудачная сцена. Ты сделал всё, что мог, но это не помогло. Детективы. Они мертвы. Застрелены из твоего пистолета. И тебя обвинят в их смерти. Это смешно. Я просто расскажу им... Что? Расскажешь им правду? Они уже определили для себя правду. Это безумие. Я не могу просто так бросить бюро. Его уже у тебя собрали. Присоединяйся ко мне и помоги себе. Открывайте. Это полиция. Чёрт. Бери свою сумку и отправляйся на станцию метро. Встретимся позже. Агент Томас, мы знаем, что вы здесь. Открывайте сейчас же. Итан, ты должен верить мне. Я здесь, чтобы помочь. Теперь иди. О, простите, офицер. Вы меня разбудили. Нормальная такая подстава. Что вы здесь делаете? Меня зовут Малькен Ван Хорн. Я старый друг семьи. Он пригласил меня. Я приезжаю сегодня. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Нам нужно обыскать помещение. Ага. Хорошо, пускай ищут. Так, что-то лопата, кстати, так много обзора занимает. И как же он будет этой лопатой открывать? А, ну да, понятно. Так, что там, вроде нас никто не палит. Поиск какой-то начало. Так, ну начинается тут беготня. Кстати. Лопата у нас атака. Радиус. Блин, большой, конечно, но... Чё-то как-то не очень-то удобно с лопатой ходить. Так, и нафига я сюда пришла? Точно такая же труба. Смотрите, я этот говнюк с таким противным слащевым голоском. Чё-то там фоткает. Арматура. Требуется монтировка. Так, ну здесь ещё там артима... Монтировки нигде не видал. Ладно, думаю, нам пора, наверное, переодеться куда-нибудь сюда. Может быть, нет? Ох, артист какой. Нет, мы сюда не можем переодеться. Тусать и ситофор даже, чтобы встретить ничего себе. Может, всё-таки не монтировка и арматура? Нет. Где нам её искать-то? Так, я не вижу ничего. Нужно успокоиться и встать на месте, посмотреть. Попротиться, повертеться. Может быть, где-то чё-то мы пропустили. Маленькая труба. Опа. Ага, это типа... Это типа мы здесь. Ни хрена себе. Получай изображение. Ты везунчик, Томас. Я всё ещё здесь. Слава богу. Я думал, что они закрыли мой доступ к лаборатории. Они всё ещё могут. Они не знают ничего. Я не убивал тех парней. Я знаю, Томас. Ну, я не уверена, что знаю или не знаю. Но я уверена, что всё ещё тебе доверяю. И так будет дальше. Понял. Так что насчёт фотографий? Не будем церемониться, да? Хм. Это изображение тебя, Томас, в твоей квартире. Я запомнила эту ужасную софу ещё в прошлое Рождество. Похоже, что снимки были сделаны с другой стороны аллеи. Прямо со станции метро? Похоже, что да. Я также вижу кляксы на фотографиях. Найти хороший образец и перешли его мне. Так, хорошо. Сейчас поищем, найдём новую монтировку. Я по-прежнему здесь вообще нигде не вижу. Здесь, кстати, забор. В такой, без сетки. Можно перелезти. Может быть, монтировка там где-то лежит? Здесь потому что я больше её нигде не вижу. Абсолютно. Так, ещё. Чё-то мне предлагаешь сделать. Ну-ка, может, на этой сетке что-нибудь есть? Нет, нету. Ага. А, какой-то пигмент здесь есть. Подожди. Эти снимки были проявлены здесь. Где-то на станции. Я думаю, что да. Найдите комнату, где были проявлены фотографии. Так. Да, ну ладно. Серьёзно, что ли? Фрик, скоп, фрик, скоп. Кускоп. О, монтировка сама пришла к нам. Ничего себе, нормально. Так. Тебе пиздец. Серьёзно. О, здоровенный такой. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы чё такие нервные, это ребята? Такие матер-шиненькие, вы чё? Так. А ты где у нас друган? Ну давай, где ты? Опа. Пашки как? Да ты слышишь, слышишь, разошёлся. А там чё, зубы? Зубы губитые? Да ну ладно. Офигеть. Точно зубы-то вышибли ему, охренеть можно. Какая реалистичность-то? Так, всё, здесь больше нету ничего. Угу. Так, нам нужна аптечка. Рулетки, аптечки. Так, чё у нас здесь есть ещё? Короче, в общем, наверное, забью её всё-таки, хрен. На это всё дело. На собирание аптечек всяких и не птичек. Ну хрен, не хрен, но тем не менее. О, вот эта штука. Подожди друган, ты... Ой, блин, митировка. Ещё на самом деле, что ли? Сколько у нас? Три патрона? Эм, ладно. На всякий случай, всё-таки я останусь я при... Ничего нельзя включить. При оружии тогда. Хрен с ним. Пускай будет репестать. А, кстати, это может быть наше оружие. Раз он где-то здесь и распечатал фотографии, значит, по-любому где-то и мог оставить наше оружие, да? Но раз мы нашли что-то, я так полагаю, это оно и есть. Дохлая птичка. И чё, всё, здесь больше нет, мне ничего интересного. Так, подождите, чё мы... Неужели чё-то пропустил я? А, ещё одна дверь есть. Так, вот это уже поинтереснее. Буду закрывать двери, чтобы хотя бы понимать, что я там был, к примеру. Здесь у нас не пусто-пусто-пусто, ничего нету. Станок какой-то. Свердельный. Так, труба. И нифига больше интересного. В общем, какой-то уголок рукожопа, который ремонтировал светофоры. А ладно. Здесь у нас дверь, типа, закрыта, понятно. А здесь у нас какие-то графики, наверное, должны быть хорошо. Кстати, если нам дали оружие, то, вероятно, кто-то может на нас напасть тоже с оружием. Труба, не труба. Какие-то непонятные новости. Кто это там такой? Джин Кэрри? Время у нас 2 часа дня, типа. Чё-то на улице очень было темно, видимо, пасмурно. Так, ну, так, я ещё, кстати, здесь открою двери. Вот так вот, да, Настя, чтобы понимать. Да ничего не надо понимать. В общем, закроем просто всё это дело, да. Это Томас. Это Ван Хорн. Молчи и слушай. У меня мало времени. Полиция сейчас обыскивает или, точнее, разрушает твою квартиру. Похоже, они не верят в твою невиновность. Но я невиновен. Я знаю это. Ты должен это доказать. И ещё кое-что. У тебя есть талант. Дар, который имеют немногие из нас. У меня нет времени это обсуждать. Но доверяй своим инстинктам. Положись на них. Я должен идти. Будь начеку. Да уж, конечно, в принципе, когда оружие, наверное, каким-то образом теряет сотрудник. Какой-либо сотрудник. Хоть ФБР, хоть ещё чего-то там у них. По идее, наверное, должны были хотя бы сообщить те два персонажа, которых так глупо убил как-то. Опа. А ты ещё дальше не проходишь. Это как в Титанике прям, да, ещё руку давай высуни. Ну. Блин, так-то не хочется тратить на неё патрон. Наверное, всё-таки я не буду тратить на неё патрончики. У нас вроде бы литер-шок есть. Так что... Здесь ничего нету. Блин, так хочется всё-таки что-то, конечно, и найти, но... О, зубок. Сколько? Прочность оружия. О-о-о-о. Ой-ой-ой-ой, надеюсь, стрелять-то умеет. Что-то он какой-то стрёмный стал, такой пистолетов. Я не знаю. Зубок со сколько полетела. Похоже, лучше больше так не делать. Я не знаю, ногой что ли запинывать. Их сохранение точки контрольной. Так подогнуло всё. Маленькая труба. Но если я возьму маленькую трубу, блин, выбросим пистолет. Чё неужели нельзя ему... Зачем? Зачем я это сдвинул? И чё? Нафига я это вообще сдвинул? Ну ладно. Мусорка. Даже не знаю, в какую дверь пойти. Тут выход написано, значит, тогда точно не сюда. Так, аккуратненько, аккуратненько. Опять. Товарищ в очках. У нас, кстати, зарядка идёт с левой стороны этого электрошока. Ух ты как. Интересно, у нас пока здесь патрончиков три. А в этом? Два. Почему я не могу объединить их? Давайте сначала тогда загасим кого-нибудь из этого пистолета. Надо будет запомнить... Тут, кстати, тоже что ли что-то есть? Нет, показалось. А потом вернёмся за этим пиглем. Или нифига не вернёмся? Подождите, я не могу спуститься вниз, потому что я ещё не всё смотрел. Не всё смотрел. Так, 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 так. Здесь у нас вроде нет никого. Так, я вижу, там кувалда валяется. Может, всё-таки стоит заглянуть в выход. А, требуется кувалда. Хорошо, но здесь-то чё я? Почему? Главное, нету ничего. Может быть, какой-нибудь просто. Тут что-то должно быть. Хрен с ним. Так, пойдём вниз тогда. Нам всё равно нужно будет возвращаться обратно. Кстати, надо было, наверное, с 3-ми патронами взять. Ну ладно, фиксим. Ой, что-то у меня там ещё сзади падает. Не знаю, что у меня там упало. Слышно было или нет это? Всё достаточно тихо, то есть, наверное, готовит к тому, чтобы напугать. Ой, друган, ты чё? Ты чё заблевал-то? Я лучше, конечно, так сделаю. А ну, каком-помбовое ржьё? Здесь им нам его дают, значит, может произойти сейчас какой-нибудь достаточно опасное событие, наверное. Хотя, конечно, может быть и нет. Сколько у нас ещё патронов? Три. Блин, ну почему нельзя... Почему нельзя с собой-то его положить, например? Пистолет тоже самое, ты чё не можешь засунуть в карман его хотя бы, что ли? Поставить на предохранение. Опа, теперь я понимаю. Теперь я понял, зачем нам однострельное оружие. Открыть дверь. Чё-то я, кстати, забыл, всё равно откуда вообще пришли-то? Ага, ребятки, к откуда мы пришли-то я не понял. Документы. Ну, тут ни хрена важного нет. Мы отсюда-то пришли вроде. Ага, всё, закрыта дверь, да? Так. Пигель мы обстреляли, здесь полезного ничего нету. Так, идём дальше. Здесь есть какой-то подъём наверх. Кстати, вот эта дверь у нас ещё закрыта. И открыта. Нет, она закрыта. Блин. Три, два. Два патрона у нас. Такое помпово ружьё. Помпово ружьё как будто бы самодельное. Ага, вот мы в это место пробрались, где кувалда лежала. И всё, типа, тут за щёлка просто была. Закрыто изнутри было. Можно было, кстати, так и написать. Ещё одна кувалда. Поскольку этот кувалда, но я, пожалуй, пока буду разделываться с ними всё-таки при помощи пистолета. Не понял. А куда-то? Типа наверх ушёл? Ха, интересно. Интересно, интересно. Чё? Задвинуть объект. Ну да, тут надо ещё объекты всякие двигать. Объекты, блин. Ну ладно, не объекты, в общем, всякая херня. Настолько всё ещё. Блин, чё кувалда. Кувалда я сделаю вот так вот. Ух ты, ёшкин кот. Давайте, давайте, смело-таки. Ну вот и всё. Три и то же. Главное, чё-то у них так странно. Тронов так мало. Так, сначала туда лучше, наверное, сходить зачистить всё это дело. О, кровяки сколько. А, здесь же я был вот этот пистолет, да. Понятно. Где-то у нас выход. Вот он, там. Тогда придёт... Нет, сначала схожу, схожу, схожу всё-таки сначала. Точно здесь нету никого. Там что-нибудь запрёлся где-то, заныкался. А чё бежать и сразу? Чё ты куда-то побежал? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а-у-у-у-у-у. Ты что? Одурел, что ли? Так, у нас где-то тут аптечки. Тут навал, вроде, аптечек. Так, ну сейчас нам нужна кувалда Прям как чувствовал, что нужно, нужно Нужно все-таки Сходить туда с пистолетом Че-то я, кстати, запутался А, вот, все Нашел я этот выход Да-да-да Ну вот, что я хочу сделать Раз мы не можем с собой таскать пистолет и кувалду То тогда будем делать вот так вот Ну а что делать-то еще? Че тут рука, че-то Взять рука манекена Да, конечно, сейчас еще будем брать руки манекена Кто-то где-то уукает Нам вниз спускаться нужно, конечно же Как же не без этого-то Налево-направо? Понятно Че, еще ниже, что ли? Кстати, время даже нифига не идет Так, если на одном месте требуется монтировка А вы думаете, я помню, где эта монтировка есть? Интересные какие Говорит Томас Итан, это Ван Хорн Как ты вообще узнал этот номер? Я знаю многое о тебе, Итан С тех пор, как твой отец умер Я наблюдал за тобой Я надеялся, что ты раскроешь свой потенциал Мой потенциал? Да, ты стал потрясающим следователем Не только благодаря тренировке и удаче, но и инстинкту Ты скоро поймешь, что можешь видеть намного больше, чем думаешь С помощью инстинктов Это дар Ну, возможно, не от Бога Помни, они могут помочь тебе и другим И снова мне нужно идти Будь осторожен Понятно О, и монтировочка нашлась Ох, ты там Людишки бегают Блин, ну зря, наверное, все-таки выстрелил сейчас А если я проберусь, то я, наверное, обратно не смогу зайти Потому что все-таки Желези могут опуститься Ладно, хорошо Пигель оставим здесь тогда Посмотрим, что у нас тут есть в сейфе По идее, должно быть оружие, наверное, все-таки, как понять Помповое ружье с тремя патронами Ну да, что, в принципе Что нам Стоило ожидать Нет, мне не получится протащить его Да, она так и будет здесь валяться Блин, ну ладно, хотел сюда пронести Здесь как-нибудь его оставить А, ну смотрите, в принципе, не опустилась вроде бы То есть я могу взять Сделать вот так вот Пройти Ага Отлично Ну я так подготовку такую веду, просто небольшую Так, ну теперь-то у нас есть, если что, еще и Вай-вай-вай, да конечно, конечно Напугал, напугал Какой страшный Взял, намусорил Только люди прибираются, а мусорят Все, больше нет никого Вроде бы как нету, да никого Да Нажмите подготовить прибор Сейчас сначала я посмотрю Это мало ли за колоннами Кто-нибудь не прячется опять А, это индикатор вонючке опять Почему мы не можем подобрать в любой момент Так же было бы удобнее искать хотя бы этих птиц Еще веселятся там кого-то Крякут Я понял, 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 понял Да ты че? Какого вообще что ли Охренеть, как я потратил один патрон от Сауса Добаловался, короче, в общем я Что все просрал Ой, птичка, вот она где Так, ну это у нас вокзал, так я понимаю Что раз метро было какое-то, да Тут все-таки табло Прочая фигня всякая Так, у нас там все закрыто Да, абсолютно все Опять контрольная точка Так, ну что предлагаю у нас посмотреть, что за поворотом И, наверное, на этом серию мы закончим Один патрон, еще один Откуда он взялся У меня же один патрон оставался Ох, я как промадал-то Нехорошо Нажмите, чтобы исследовать Давайте сначала тогда исследуем Все-таки исследуем, наверное, все это дело Поначалу, а потом уже Будем закругляться Что-то я не понял Ага, типа она туда ведет, в общем Так, ну давайте тогда на этом месте сохранимся И уже в следующей серии будем смотреть, что у нас ждет за той дверью Так, а здесь у нас больше нет ничего интересного Да Так, ну все Всем спасибо за просмотр Увидимся в следующей серии Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok